Всем привет дорогие друзья Ильяс Якубов и Шавхал Чурчаев стали настоящими героями интернета и ролики с ними набирают просто какое-то немыслимое количество просмотров она настолько огромная что мой канал в этом месяце бьет вообще все рекорды так что однозначно следует продолжать сериал с их участием тем более что есть реально огромный спрос и даже мои старые ролики на различные темы стали лучше просматриваться после того как я начал на них хайповать пусть и дальше продолжают позориться а я таким вот образом до миллиона подписчиков дойду так вот как многие знают Ильяс Якубова опубликовал у себя в инсте видео с тренировки где фоном играла речь Шамиля Басаева Бойца по ПММА Ильяса Якубова проверит следственный комитет на предмет публичных призывов к экстремистской деятельности как пишут СМИ заявление на звезду промоушена наше дело написали после публикации им серии роликов с очень спорной озвучкой к примеру в последнем из них Якубов бросает двоечки уворачивается и очень задумчиво смотрит куда-то на фоне всего этого играет монолог Шамиля Басаева в комментариях Ильяса начали поливать грязью за это но что тот отвечал что он мол делает то что хочет один блогер один я не знаю кто он вообще закинул меня с какой-то канал где типа какого-то там бандита яка закинул этого закинул типа куда вы смотрите власти это тот говорит черт конченый я свободный человек определите место дату и любое время короче приходите с толпой короче с кем угодно 10 тысячи кем угодно короче будем с любыми разбираться если есть такой вариант так что успокойтесь ваш ныри вот так я вот назвал короче у вас всех и бойцов назвал шнырями которые против шоу хала или Ильяса что-то имеют закройтесь вахабиты вот а когда не вахабиты Аллаху Акбар Аллах Храме в любое время закройте какое твое собачье дело что я закинул что не закинул ты явно нацисты видно по тебе большой резонанс это все получила после того как ватная пропагандистская помойка Познякова опубликовала информацию на этот счет и осудила Ильяса после чего и другие СМИ подключились и есть информация что на Якубова даже было написано заявление естественно после всего происходящего он тут же ролик удалил и оправдание от него стало только больше я не буду комментировать тут личность Басаева в рамках этого видео пусть чеченцы сами решают кем он для них является это как бы вообще не мое дело для меня важно другое в этой ситуации а именно лицемерие данного персонажа примечательно то что вот это вот противоречивое видео от него появилось сразу после того как мною был выпущен соответствующий ролик в котором я рассказал о различиях между чеченцами и кадыровцами и аргументы почему Ильяса и его другана Черчаева следует относить именно к кадыровцам там тоже были и как-то странно что тут же он выпустил видос осенью прошлого года после инцидента с избиением Томаева Дон Дон собрал всех этих бойчишек из ППМА у себя и там его прихлебатели прочитали им целую лекцию и вот чудо все эти бойчишки там сидели как вкопанные и слова сказать не могли не говоря уже о том чтобы они там с кем-то спорили или предъявляли претензии сидели смирно и даже вякнуть ничего не посмели а в самом помещении висел портрет Путина и тут возникает какой-то когнитивный диссонанс с одной стороны Ильяс покорный и полностью подчиняется кадыровской власти которая в свою очередь служит Путину против режима которого в свое время воевал Басаев как вы думаете какова была цель России что они назначили сюда вот Кадырова ну во-первых фамилия не Кадырова а Кафырова с другой стороны Ильяс вставляет в свой ролик его слова и окончательно запутался какая его позиция и на чьей он стороне хотя после этого инцидента Ильяс начал оправдываться и говорит что мол он никого ни к чему не призывает а просто лишь спортом он всю жизнь занимался и все в таком вот роде приветствую всех мне уже надоело все знают что я и шоу хан мы сейчас обсуждаемые бойцы как никак хайк или не хайк и разные люди хайпуют на нашем имени я никогда никого ни к чему не призывал и не собираюсь ни к чему призывать я человек всю жизнь связавший свою жизнь со спортом я всю жизнь тренируюсь выступаю и призываю только к спорту людей и никогда никого ни к чему не призывал и не собираюсь. Я профессиональный спортсмен, я многодетный отец, да, я выступаю в различных организациях, хочу прокормить свою семью. И некоторые люди насчет моего имени, имени моего брата Шелхала, начинают наши имена называть, это называть, то называть. Я еще раз говорю, не нужно меня связывать с политикой, я профессиональный спортсмен, я профессиональный спортсмен, я профессиональный спортсмен, я профессиональный спортсмен. То есть моментально, как только начали хейтить и возникла угроза, что его могут посадить, тут же дал заднюю, а значит реально боится и осознает всю тяжесть этой ситуации. Я не верю в то, что он случайно выложил тот ролик, потому что он, как представитель чеченского народа, 100% должен был знать, кто такой Басаев. И если я уж про него знаю, то он точно обязан знать. Возможно, такая позиция Ильяса связана с тем, что состояние здоровья Дон-Дона резко ухудшилось в последнее время. И настроения в Чечне сейчас антикадыровские у многих представителей республики. Все-таки далеко не все хотят ехать воевать в Украину и далеко не всем нравится преступный режим Дон-Дона. Но естественно, прямо выступить против него не могут. Особенно такие личности, как Якубов, который привык действовать только в окружении толпы. Хотя сам Ильяс считает, что они никогда не нападают толпой. Многие думают, что мы реально толпой бьем Перса. Друзья, ни разу не было, чтобы я стоял и чтобы Перса толпой били, которые со мной рядом были люди. Не было такого, ни разу. Когда один на один шоу-гасный вопрос решал, я наоборот говорил тем людям, которые с нами были, моим друзьям, близким, чтобы ни один человек его не трогал. Это просто слова. Не верьте словам. Да-да. Как же не нападали, если постоянно что не конференция, то толпа бежит избивать Перса. Странно это все. И позиция у нашего сегодняшнего героя совсем непоследовательная. Кстати, касательно Дон-Дона, очень много всего интересного появилось за последнее время. И это явно намекает нам на то, что он в очень тяжелом состоянии. Пожелаем ему скорой отправки на концерт к Обзону и надеемся, что такие персоны, как Ильяс, будут последовательны в своих действиях. А то сейчас это все выглядит как сидение на двух стульях, без четкой позиции. Тут он на встречу с кадыровскими шайтанами ходит и ведет себя максимально покорно. А тут и Басаева восхваляет, и эти действия полностью противоречат друг к другу. Есть также информация, что Ильяса могут посадить на 4 года. Но пока не знаю, насколько это правда. Но Хованского в свое время хотели закрыть из-за того, что тот исполнял такую вот противоречивую песню. И таки на время посадили. Но потом, как вы знаете, он вышел. Так что Ильяса может ждать его участь. Сейчас же Якубов и Черчаев постят бесконечное количество роликов и постов с оправданиями друг друга. И постоянно друг друга восхваляют и кричат о том, какие же они братья на века. Но самое интересное творится не в их видео или постах, а самое интересное творится в комментариях под ними. И там можно встретить немало крылатых выражений. И в том числе тех выражений, которые я регулярно использую в своих видео. Например, кто лайк не поставит, тот Ильяс Якубов. Именно это ты должен сделать, дорогой зритель, чтобы ролики продвигались в трендах. И как можно больше людей знало об этих лживых персонах, которые постоянно врут и постоянно пытаются выставить себя крутыми гангстерами. Но как только кого-то из них берут за яйца, так сразу же крутизна куда-то пропадает. И они становятся такими вот смирными и спокойными. Как на той встрече с кадыровским шобло-еблом. А на этом пока все. Как всегда, этот ролик требует твоей горючки со смесью. И кто горючку не поставит, тот сами знаете, кем станет. До новых встреч. Увидимся.